Глава Дагестана Сергей Меликов в рамках пресс-конференции на площадке ТАСС рассказал, какие меры поддержки участников СВО и членов их семей существуют в республике. Руководитель региона отметил, что они очень существенны, и доведение их до каждого адресата – первоочередная задача властей. Хадижат Мазгарова расскажет подробнее. Федеральных журналистов интересует тот же вопрос, что и жителей республики. Когда в Дагестане будет бесперебойное электроснабжение после проведения модернизации, в рамках которой уже консолидировано сетевое имущество. В разгаре техническое переоснащение отрасли. Реализация программы надежности энергетического комплекса продлится до 27 октября. Снижение аварийности и переход к реализации программы повышения надежности. И средства, начальные, по крайней мере, для того, чтобы обе эти программы реализовать, у нас на сегодняшний день есть. Нужно ли региону больше школ и детских садов, спросили журналисты. Да, нужно. С учетом высокой рождаемости нужны дополнительные программы по созданию ученических мест, считает глава. Чтобы повысить качество образования в горных селах, целесообразно возобновить практику создания интернатов. Теперь что нам лучше сделать? 10 малокомплектных школ построить, проект которых, опять же, на сегодняшний день предусматривает выполнение различного рода требований, весьма дорогостоящих. Либо, как я уже сказал, вернуться хорошо к нашим хорошим старым традициям, которые есть, и где-то создавать интернаты. И люди, в общем-то, в большинстве своем готовы. Но интернаты с хорошими условиями. С условиями для получения дополнительного образования. С условиями для доставки туда детей по безопасной логистике. Скоростной поезд может связать аэропорт Махачкалы и Дербен, сообщил Сергей Меликов в ходе пресс-конференции. Идут договоренности с РЖД. Также в планах появления гостиниц на территории транспортного узла уже идет строительство взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать любые судна. Уже в этом году приступят к строительству нового терминала. Будут определенные там предложены варианты по эксплуатации существующих зданий, как международного, так и внутреннего терминала. Но я думаю, что в этом году мы уже получим проект и приступим к строительству нового терминала для внутрих линий. Региону необходимо развивать придорожную инфраструктуру, кемпинги, кафе, сервисы. Для этого будем активно привлекать инвесторов, в том числе на Кавказском инвестиционном форуме. Это дополнительная площадка, на которой мы сможем или на которой мы можем, которую мы используем для, в том числе, инвестиционной привлекательности наших субъектов. Так вот, мы хотим в этом году на этой площадке представить уже новые проекты, в том числе являющиеся прорывными. Говоря о поддержке семи участников СВО, Сергей Меликов отметил, что будет создана рабочая группа для решения проблем инвалидов СВО. Участники будут обеспечены средствами реабилитации и помощи в обустройстве жилья. Еще одна линия, информационная, будет создана для родственников-служащих. Вторая рабочая группа, которая будет заниматься совместно с организациями, созданными в Российской Федерации, по обращениям и заявлениям граждан, которые взволнованы долгим молчанием или отсутствием информации о военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Это тоже важно. Прозвучал вопрос и о беженцах из Палестины. Сегодня в Дагестане живут около 150 вынужденных переселенцев. Решается вопрос их трудоустройства. Среди них немало врачей, которые подтверждают квалификацию и получат возможность работать. Дети активно обучаются русскому языку. Мы уже будем определяться по зачислениях детишек этих школ и в другие учебные учреждения. Конечно, многие из них желают вернуться назад. Но при тех условиях, которые сегодня есть, они туда не вернутся, потому что многие что-то потеряли. Поэтому они рассчитывают на определенное временное пребывание у нас на территории Российской Федерации. В этом отношении мы им предоставили различные уроноварианты, не буду время занимать, на которых они должны остановить свой выбор. Длилась пресс-конференция около часа. Всего Сергей Меликов ответил на более чем 10 вопросов. Хадижат Мазгарова, Паризат Курбанова. Время новостей.